А теперь обо всем по порядку. Нехватка рабочей силы, кирпича, сбои в финансировании. Такие проблемы озвучили сегодня крупные застройщики Петропавловска, членам комиссии партийного контроля. Нуратановцы провели рейд по объектам, которые возводятся по госпрограмме Нурлажер. Подробнее о том, как обстоят дела на стройплощадках областного центра в нашем материале. К реализации своего самого крупного проекта компания основания приступила год назад. Это будет девятиэтажный дом, где предусмотрены 332 квартиры и два мини-центра во дворе. Первый вопрос у депутатов – планируется ли парковка. Как оказалось, ее оборудованием будет заниматься другой подрядчик. 300 машин как минимум получается. Да, нет. И плюс два встроенных мини-центра тоже будет определенное создавать напряжение для жильцов. Просто где машины ставят? Ну я думаю, что улица сейчас дальше вот эта тоже сносится будет. Где-то, наверное, часть территории вот этой возможно будет использовать. И надо, наверное, рекомендации такие давать. Но о благоустройстве еще рано говорить. Дом планируют сдать в конце следующего года. Работы хватает, а вот стройматериалов нет. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас в области был слой кирпич. К сожалению, мы вынуждены завозить с других регионов. У нас вот хорошо, что сейчас запустили все-таки завод железобетонных изделий. То мы и плиты перекрытия возили с других регионов. И сейчас, когда пик пошел в стройки, сегодня завод тоже определенные проблемы испытывает по плитам перекрытия. Пытаемся, решаем и возим из Астаны, из Кокчетава. А по соседству жилье возводит компания «Казградстрой». 12-этажка напротив дворца школьников – их первый госзаказ. Выход из ситуации здесь нашли. Уже давно строят монолитные дома. Это дешевле, говорит директор предприятия Александр Авдеев. Вся Астана уже перешла на эту стройку. У нас в городе нет кирпича. Кирпич, допустим, в Семипалатинском заводе 53 тенге. С доставкой сюда он будет стоить 130. Поэтому выгоднее в нашем городе строить монолитное строительство. Но у застройщика другие проблемы. Они отстают по срокам. 183 дня простое из-за задержек по выплатам. А поднять высотку нужно успеть к октябрю. Еще и рабочей силы не хватает. Проблема в каменщиках. Катастрофически не хватает. Ну, вы видите, на всех соседних домах каменщики работают. Мы начали последним. Что мы можем, то делаем. Штурмуем. Высотка будет выглядеть в точь-в-точь, как ЖК «Козылжар». Но в отличие от Близнеца, здесь квадратура квартир меньше и нет подземного паркинга. Зато по проекту предусмотрены два лифта – грузовой и пассажирский. А вот в доме напротив с опасением ждут холодов. 144-квартирную девятиэтажку возводит товарищество «Стройкомпания». По плану сдать объект должны в декабре. А здесь до сих пор не подведена теплотрасса. Зима придет, все, что мы здесь сделали, теплотрассы не будет. Это все потекет по стенам. Двери разбухнут. Малярка испортится. Проблемы у застройщиков серьезные и требуют такого же подхода, говорят депутаты. Кроме того, в двух домах планируются индивидуальные учеты, приборы учета тепловой энергии для жильцов. Они стоят порядка 300 тысяч на одну квартиру. Однако, после того, как дом сдается, эти приборы учета не принимаются нашими энергетиками. Их показания не учитываются. Это уже не первый год. И, по сути, деньги, можно сказать, тратятся зря. По итогам сегодняшнего выезда мы проведем заседание. Пригласим туда и Акимат города, отдел строительства и будем вырабатывать рекомендации. Все три дома строятся по госпрограмме «Нурлежер». Стоимость одного квадратного метра не будет превышать 140 тысяч тенге. Претендовать на жилье смогут очередники и вкладчики жилстрой Сбербанка 50 на 50. Причем первым также необходимо иметь накопление в этом финансовом институте. 22 июня программа «Нурлежер» претерпела изменения. Ей придали статус государственной программы, снизили первоначальный взнос. Раньше он был 30%, сейчас он 20%. Ставка кредитования без изменений также 5%. Предупреждать потенциальных покупателей будут за два месяца до сдачи объекта. Тогда они смогут подать заявки на участие в конкурсе. Счастливчиков выберут по бальной системе. Чем дольше вы копите, тем больше у вас шансов получить заем. Всего в очереди на жилье в Петропавловске сейчас 20 тысяч семей. Вкладчиков жилстрой Сбербанка порядка 37 тысяч. Жен Сулута Стемирова, Адиль Нуржанов, Новости МТРК.